Хорошо сохранившийся шерстистый мамонт и надежда на возвращение. Таинственный золотой шар, древнейшая мумия ледяного человека, замороженные лягушки и многое другое. В этом выпуске вы увидите самые странные находки, обнаруженные на Аляске и в других холодных местах. Юкон – название реки на северо-западе Америки, которая протекает в основном по одноименной территории, а также по штату Аляска. На территории последнего, кстати, и было сделано открытие, о котором я бы хотел вам рассказать. В вечной мерзлоте ученые обнаружили сохранившегося шерстистого мамонта возрастом около 30 тысяч лет. Внутренности, волосы и когти животного сохранились настолько хорошо, что люди всерьез начали думать о клонировании. Об этом я расскажу вам чуточку позже, а пока давайте поговорим о том, как именно это существо нашли. Забавно, но получилось это совершенно случайно. Местный шахтер собирался добраться до залежей золота, скрытых в русле реки, но для того, чтобы это сделать, ему было нужно расчистить толстый слой ледяной почвы. Данный процесс называется «добычей россыпей». Не успел мужчина приступить к расчистке, как у него на глазах оторвался довольно большой кусок мерзлой земли, в которой и находилась первая зацепка. Даже невооруженным глазом было понятно, здесь есть останки кого-то древнего. Подозревая, что ему улыбнулась большая удача, мужчина начал осматривать существо, описывая его кожу, мех и кончик хвоста. Чуть позже к месту приехала группа специалистов. Они очистили останки от земли и снега и получили то, чего ну никак не ожидали. Перед ними был один из лучших образцов мамонтов, которые когда-либо были найдены на территории Северной Америки. Разумеется, что как только эта информация просочилась в сеть, многие другие специалисты, занимающиеся изучением древних созданий, тоже заинтересовались этими останками. В особенности речь идет о тех людях, которые работают в сфере клонирования. Клонирование – это процесс создания живых существ с генетическим материалом вымерших. Сегодня люди по всему миру ищут образцы древних ДНК, чтобы использовать их для воссоздания рода. Это поможет изучить принцип жизни, какие-то нюансы животного мира и просто сильно расширит кругозор. Что же до самого процесса, выглядит он примерно следующим образом. Происходит удаление ДНК содержащего ядра яйцеклетки самки слона и замена его ядром из ткани мамонта. Затем клетку стимулируют к делению и имплантируют самки слона. Полученный детеныш хоть и не будет точно таким же мамонтом, как его древний собрат, но зато будет иметь идентичные гены. У него отрастут клыки, появится шерсть. В общем, это будет почти точная копия мамонта, созданная на базе современных слонов. Звучит довольно просто, вот только сделать это, увы, не так легко. Важно, чтобы данные мамонтов были достаточно свежими. В противном случае, процесс клонирования не удастся. Именно поэтому ученым важно найти наилучший сохранившийся скелет древнего существа и, возможно, создание, найденное в Аляске, именно таким и будет. Покажет лишь время. Знаете, вот слушаю я про древних созданий, и от одной мысли про то, что их могут возродить, на душе становится как-то тревожно. Они ведь были такими сильными, крупными и беспощадными. А потом я смотрю на современных обитателей холодных регионов и понимаю, у нас животные ничуть не слабее. Вы вот, например, слышали об овцебыке? Его древние предки жили еще в конце Миоцена, в высокогорьях Центральной Азии. Около трех с половиной миллионов лет назад, когда климат стал заметно холоднее, предки овцебыков спустились с Гималаев и распространились по территории Сибири и остальной Северной Евразии. С тех пор они отлично существуют и вызывают наименьшие опасения. Но как им это удается? Ведь в местах, где они живут, очень сурово и непросто. Не переживайте, сейчас я вам все расскажу. Весят они в среднем от 250 до 650 килограммов, а их высота в холке составляет порядка 130 сантиметров при длине тела в 2-2,5 метра. И это далеко не все особенности, которыми овцебык может удивить. Его изогнутые рога в любую секунду готовы разорвать врага в клочья, а широкие копыта втопчут бренные останки в морозную почву так, что их никто больше не найдет. Кажется, что этого должно хватать, но помимо угроз от прочих животных, в местах, где живет овцебык, есть кое-кто еще. Кто-то такой, кого стоит бояться больше любых других хищников. Речь идет, конечно же, о Мистере Морозе. Лютые холода и полярная ночь запросто превратят кого угодно в самую настоящую консерву для палеонтологов будущего. Несмотря на это, овцебыку плевать и на него. Тело нашего гостя было создано для экстремальных температур еще миллионы лет назад, ведь иначе копытное не смогло бы пережить условия ледникового периода. Согласен, толстой жировой прослойкой, которая у него присутствует, мало кого удастся удивить. Но что вы скажете насчет его фантастической шерсти? Волосяной покров овцебыка выложен в два слоя. Первый состоит из грубых и жестких волос. Они защищают от ветра, снега и даже укусов хищников с паразитами. Под ними находится подшерсток овца быка, или как его еще называют, гивиот. Он тоньше человеческого волоса в семь раз и в восемь раз теплее овечьей шерсти. Вещи из этого материала стоят просто баснословных сумм. Но результат определенно того стоит. Но и это я вам еще не говорил об их социальной жизни. О том, что эти существа всегда друг другу помогают и за счет этого не только успешно выживают, но и здорово охотятся. Загадочное яйцо. Как вы, наверное, уже догадались по этим двум словам, сейчас речь пойдет не об очередном фантастическом животном, а о ком-то странном. О ком-то таком, чью сущность не в силах разгадать даже самые светлые умы ученых по сей день. Яйцо, губка, инопланетянин. Эти и многие другие предположения не раз выдвигались специалистами, однако никто так и не смог сказать наверняка, что это такое. Таинственный золотой шар, или как его еще называют, загадочное яйцо, нашли на дне океана в одном из заливов Аляски. Люди сразу же извлекли объект и попытались провести оценочные тесты, вот только ни к какому результату те так и не привели. Куполообразный объект шириной 10 сантиметров имел небольшое отверстие в основании и был прикреплен к камню. Большинство ученых склоняются к версии, что перед нами биологическое вещество. Они пришли к такому выводу, основываясь на его прикреплении к камню, структуре и присутствии белковоподобных слоев по всей поверхности. Одна из теорий заключается в том, что золотой шар – это яйцеклетка потенциально неизвестного вида. Другая версия, что это разновидность губки. Вот только у губок есть скелет, состоящий из микроскопических игловидных структур. Поэтому если люди возьмут ДНК создания на пробу, они смогут наверняка сказать, губка это или нет. А учитывая то, что этой находке уже больше полугода и никаких новостей все еще нет, что-то мне подсказывает, что перед нами нечто еще неизвестное науке. В этом случае ученым уже не пришлось гадать на тему того, кто или что находится перед ними. Всем было ясно – это ледяная мумия эпохи Медного века. Нашли ее в 1991 году в Эцальских Альпах в Тироле, близ горы Симилаун на высоте 3200 метров. По факту ученым сильно повезло, что они оказались на этом самом месте в момент, когда происходило сильное таяние льда. В Австрии эту мумию называют Этци, а в Италии, например, она больше известна как Симилаунский или Тирольский ледяной человек. Кстати, о названиях в Австрии и в Италии я рассказал не просто так. Дело в том, что люди до сих пор продолжают спорить, на чьей именно территории Этци был найден. По оценке ученых, перед нами старейшая мумия человека, которую когда-либо находили в Европе. Ее возраст составляет около 3300 лет до нашей эры. Именно поэтому ценность у обнаружения просто огромная. В любом случае, главное, что тело изучили, и вот что стало известно. Мумия лишилась эпидермиса и волос. В момент гибели человека было около 45 лет, весьма почетный возраст для того времени. Организм, судя по состоянию зубов и суставов, был уже довольно изношен. На свежем воздухе медного века, безотравляющий организм промышленности и питаясь исключительно чистыми продуктами, человек все равно старел быстро. Рост Этци составлял 165 сантиметров, а весил он около 50 килограммов. Кроме того, ученым удалось выяснить, что Этци ел незадолго до смерти. За последние 8 часов, скорее всего, человек употребил два вида мяса – серну и оленя, закусив все хлебом и кореньями. Рядом с телом были найдены останки ягод терновника, зерен мака, ячменя и льна, вероятно находившихся в сумке древнего жителя. Судя по состоянию мышц, мужчина привык передвигаться по пересеченной местности, возможно, занимаясь выпасом овец на высокогорных пастбищах. А еще из интересного, на теле Этци удалось найти странные татуировки в довольно большом количестве. Почти все они представляли собой параллельные линии. Что все это значит и для чего оно нужно – неизвестно. Удивительно, но люди смогли определить даже причину его смерти. Не со стопроцентной вероятностью, конечно, но все же. Долгое время считалось, что мужчина умер из-за снежной бури, но потом появилась и альтернативная версия. Во время рентгена плечевого сустава мумии у нее нашли глубоко застрявший наконечник стрелы. Это может свидетельствовать о том, что наш гость был участником битвы и проиграл. Умер от потери крови. Хотя есть и такие люди, которые вообще не верят ни во что из перечисленного. Им ближе теория про проклятие мумии и про то, что этого человека убили ради подношения. А что по этому поводу думаете вы? И вообще, как вам столь древняя находка? Знаете, какой бы древней и удивительной не была мумия человека, о котором я вам только что рассказывал, по страху и жути она даже не идет в сравнение с вот этой. Перед вами ледяной человек из Миннесоты, о котором впервые заговорили в середине 20 века. В те времена эту мумию многократно выставляли на показ в торговых центрах, на ярмарках штата и карнавалах в США и Канаде в качестве недостающего звена между неандертальцем и современным человеком. Почему я так говорю? А вы просто взгляните на эту мумию и сразу же все поймете. Перед нами человекоподобное существо мужского пола ростом под 2 метра. Волосатая, с огромными руками и такими же крупными ногами. Очевидно, что это была не какая-то там обезьяна, а гораздо более крупное и, вероятно, разумное существо. Вы спросите меня, выходит, что теория Дарвина подтвердилась? Не совсем. Все-таки большая часть ученых уверена, что перед нами результат обычной и хорошо продуманной мистификации. Однако опровергнуть, ровно как и доказать подлинность этой мумии, никто до сих пор не смог. А что думаете вы, кто это мог быть? Реальный снежный человек? Древняя огромная обезьяна? Нечто инопланетное? Или обычная пустышка, нацеленная на зарабатывание денег? Как бы то ни было, мистики в нашем мире хватает с головой. И вот еще один довольно яркий ее пример. Не так давно над территорией Аляски пролетел следующий любопытный объект. Разумеется, что как только его увидели обычные люди, они тут же засняли все это на телефон и выложили в интернет. Полет объекта, со слов очевидцев, длился порядка 45 секунд, после чего НЛО растворился. Найти его обломки, конечно же, ни у кого не получилось. Однако и доказать, что перед нами фейк, тоже не вышло. Может, это и правда были настоящие инопланетяне, неудачно приземлившиеся на Землю? Светящаяся спираль. Эти два слова отлично описывают происходящее на следующем видео. В 2023 году все там же, над Аляской, появилась загадочная светящаяся спираль. Издалека она была похожа на маленькую галактику. Кто-то предположил, что людям удалось заснять межгалактический портал или след от НЛО. Другие не исключали, что спираль оставил путешественник во времени. Однако у ученых были свои взгляды. Согласно одному из них, перед нами было ничто иное, как спираль, вызванная избытком топлива, выделенного ракетой SpaceX, которая стартовала из Калифорнии за несколько часов до ее появления. Ученые пояснили, что иногда ракетам необходимо выбросить топливо после запуска, и если это происходит на большой высоте, то топливо превращается в лед. Ночью эти кристаллы тоже освещаются, и их можно наблюдать в виде закручивающегося облака или спирали. Так называется следующее фантастическое явление, о котором мне бы хотелось вам рассказать. Хоть по поводу него раньше и были сомнения, сегодня ситуация стала гораздо более ясной. Итак, Брайникл – это феномен, известный еще с 1960-х годов. Несмотря на это, впервые зафиксировать его на камеру удалось лишь в 2011-м. Брайникл представляет собой ледяную трубку, которая растет в направлении дна, начинаясь под слоем морского льда. Внутри находится очень холодная и очень соленая вода, которую Брайникл высасывает из толщи морского льда, находящегося над ним. В начале своего существования так называемый «палец смерти» очень хрупок, а его стенки предельно тонкие. Тем не менее, постоянный поток холодного рассола поддерживает растение и не дает расплавиться от контакта с менее холодной водой вокруг. Если все пойдет хорошо, то эта штука запросто достигнет даже морского дна. Увы, но несмотря на потрясающий внешний вид, запечатлеть это чудо природы у нас получится вряд ли. Дело в том, что Брайникл возникает только в глубинных водах Антарктики. Там, куда простые смертные обычно не ныряют даже в специальном оборудовании. Да и вообще, это явление до конца не изучено. Вдруг оно опасно и для людей? Почему я сказал «и»? Дело в том, что во время самых первых съемок этого «пальца смерти» специалисты заметили, что он убивает всех морских звезд и ежей, что встречаются у него на пути. Исследователи полагают, что этот ледяной поток способен мгновенно заморозить не только тех существ, которые обитают на дне, но и различных рыб, случайно прикоснувшихся к ним. Кстати, о заморозке. Знали ли вы, что существуют лягушки, которые осознанно вмерзают в лед ради выживания и при всем при этом отлично себя чувствуют? Нет? Что ж тогда слушайте внимательно. Они называются лесные лягушки. Встретить их можно на территории от Аляски до Лабрадора. Эти создания не выделяются большими габаритами, да и вообще они не любят находиться на виду. Им куда приятнее быть где-то там, в тени, и аккуратно, не спеша готовиться к превращению в ледышку. Еще с лета эти попрыгуньи начинают откладывать в мышцы мочевину, а в печень – гликоген. Когда температура опускается, они сразу же мигрируют из влажных лесных низин и торфяных болот в предгорья или на вершины холмов. Там они трансформируют гликоген в глюкозу и черпают таким образом энергию для своего дальнего и долгого путешествия. Но это еще не все. Кроме источника энергии, полученные лягушками вещества также работают и в роли антифриза. При замерзании внутренних жидкостей любые нормальные животные погибают, но только не эти лесные лягушки. Их мочевина не дает клеточному рассолу замерзнуть. В результате, чуть меньше, чем наполовину, эти создания остаются свежими и живыми даже при лютых морозах. Невероятные и рекордные постройки насекомых размером с целую страну. Самые необычные гнезда в мире и подводные сооружения рыб. Далее вы увидите самые невероятные постройки животных. Начнем с того, что опустимся под воду и посмотрим на это. А это, собственно, что такое? У вас есть мысли? Может это след от какого-то подводного объекта? Или нечто инопланетное? Что-то космическое в этом и правда есть. Только все это дело рук вполне земных рыб. То есть, дело их плавников. Эти круги под водой долгое время ставили ученых в тупик. Они не понимали, что это такое. И не знали, кто их оставляет. Впервые такой круг нашли в 1995 году на морском дне у берегов Японии. И лишь более чем 15 лет спустя тайна была раскрыта. Оказалось, это своеобразные постройки иглобрюхих. А именно, рыб-фугу. Да, тех самых, которые еще могут быть деликатесом, если их правильно приготовить. Дайверы наконец заметили и засняли, как небольшой самец фугу плыл у самого дна, двигая плавниками, а за ним по песку тянулась аккуратная канавка. Он проделывал эти манипуляции несколько раз подряд, двигаясь в разных направлениях. И в итоге сконструировал, сконструировал такой вот круг. Но для чего? Ответ не заставил себя долго ждать. Выяснилось, что так самцы фугу производят впечатление на самок. Чем красивее круг, тем больше шансов, что самка ответит взаимностью. Если ей нравится подводное строение, она откладывает в центр круга икру и уплывает. Получается, таинственный круг под водой – это не только красивое творение рыбы, но и место для продолжения ее рода. Взгляните на этот кадр. Выглядит достаточно впечатляюще, правда? Можно подумать, что это какое-то глиняное строение древней цивилизации, и рядом ведутся раскопки. Но нет, это творение животных, причем очень маленьких. Это термитник. Термиты – чуть ли не самые крутые строители во всем мире животных. Этот термитник, что вы увидели, лишь одно из тысяч подтверждений моих слов. Термиты строят дома из собственной слюны, песка, глины и измельченного дерева, которые превращаются в смесь и быстро застывают. Колония термитов насчитывает миллионы особей, и все они дружно трудятся. Поэтому им удается создавать по-настоящему огромные строения. Многие термитники похожи на средневековые замки и возвышаются на 4, 5 или 6 метров над землей. На строительство такого масштабного сооружения термиты могут потратить сотни лет, работая поколениями. Причем то, что мы видим, это лишь верхушка айсберга. Термитники устроены сложным образом внутри и под землей. Это полноценные мегаполисы, как и у нас. Там есть склады, жилые комнаты, родовые комнаты, крепости для защиты, теплицы для выращивания продуктов, камеры для хранения яиц и многое другое. Термитники продуманы и в другом плане. В них имеется система вентиляции, поддерживающая внутри постоянный микроклимат. Есть своего рода вытяжки и воздушные шахты. Именно термиты своими строениями вдохновили инженеров на проект самоохлаждающихся домов. Просто представьте, какие-то, казалось бы, бесполезные букашки внесли реальный вклад в строительство человеческих зданий. Но это еще не все. Есть такие термитники, которые поражают так сильно, что в это ну никак не верится. Что, если я скажу вам, что в мире есть термитник, который по территории сопоставим с целой Великобританией? Невероятно, но это факт. Правда, речь идет о целом комплексе термитников. Он находится в Бразилии, а строить его начали 4000 лет назад. Получается, он еще и почти ровесник пирамиды Хеопса. К слову о пирамидах, ученые оценили, что количество вырытой термитниками Земли в этом месте равняется примерно 10 кубическим километрам, что соответствует приблизительно 4000 египетским пирамидам. В общей сложности тут находится 200 миллионов конусообразных холмов высотой около 2,5 метров и диаметром в 9 метров. Короче, это что-то крышесносное. Пожалуй, только один тип строений может потягаться с термитниками в плане масштабности и продуманности. Это муравейники. Думаю, не ошибусь, если скажу, что муравейник видел каждый из нас. Но вряд ли кого-то он сильно впечатлил. Подумаешь, какая-то небольшая горка из веточек. Но опять же, это лишь верхушка айсберга. Муравейник вполне может посоперничать с человеческим мегаполисом в плане продуманности и сложности дизайна. Верхушка муравейника – это просто холмик или купол. Ничего особо интересного. Все самое интересное внутри. Подземная часть муравейника уходит глубоко в землю и красиво разветвляется. Если залить покинутый муравейник расплавленным металлом и остудить его, это будет отчетливо видно. Как и в случае с термитниками, в муравейнике есть помещение для любых нужд. В одних комнатах хранится еда, в других выращиваются личинки, в третьих муравьи зимуют и так далее. Муравейник очень похож на термитник, но у него есть недостаток. Это материал. Он куда более хрупкий, чем смесь термитов. Поэтому постройка может рухнуть даже после банального дождя. К тому же муравейник можно сломать, просто случайно задев его ногой на прогулке в лесу. Но муравьи не только крутые строители, но и превосходные ремонтники. Поломанный муравейник они отстраивают моментально. Не обошлось без рекорда и здесь. Что интересно, рекордная постройка вновь была найдена в Бразилии. В 2012 году команда ученых нашла гигантский муравейник площадью 500 квадратных метров и глубиной 26 метров. Это один из самых крупных муравейников всех времен. Его даже муравейникам трудно назвать. Это полноценный город. Ученые вели там раскопки, прямо как полноценные археологи, когда те находят древние города людей. В муравьином городе нашли дороги, туннели, поля, сады и даже шоссе. Когда-то здесь обитала одна из крупнейших колоний муравьев-листорезов в мире. Эти работяги перекопали 40 тонн почвы, чтобы создать этот шедевр. И если тот рекордный комплекс термитников сравнивают с египетскими пирамидами, то этот муравьиный город ученые сравнили с Великой Китайской стеной. Согласны с таким сравнением? Ладно, оставим насекомых в покое. Суперстроение есть не только у них. Взгляните на это. Кажется, что это какой-то огромный сток сена или аномальный и мутировавший улей где-то на деревьях или столбах. Правда? На деле же это одно из самых удивительных птичьих гнезд на свете. Автор творения – скромная пташка под названием «Обыкновенный общественный ткач». Эта африканская птица небольшая, около 15 сантиметров в длину, да и весит грамма в 30. Но благодаря трудолюбию и работоспособности она может создать такой шедевр. Не одна, конечно. Работает целая колония, в которой находится от 100 особей и больше. Гнезда ткачей могут достигать 8 метров в длину и 2-3 в высоту, но размеры бывают разными. В любом случае, в основном гнезде может обитать огромная колония из сотен особей. Сами гнезда представляют собой строение внутри строений. Огромное гнездо состоит из отдельных камер, каждая из которых занята гнездящейся парой птиц. Короче говоря, гнездо общественного ткача – это, по сути, многоэтажка. Как и в современных домах, тут есть охранная система. Правда, не в виде домофона, охранника и консьержа, а в виде острой и колючей соломы, которая защищает входные туннели от хищников. Но это не всегда помогает. Порой в гнездо прокрадываются юркие змеи. Ну и стоит отметить, что, как и в термитниках, в гнездах ткачей свой микроклимат. Благодаря строительным скиллам птиц, во внутренних камерах сохраняется тепло даже ночью. Еще одни гнезда. Птицы строят свои гнезда на деревьях. Об этом знают все. Ведь чем выше ты сидишь, тем меньше шанс, что тебя или твоих детенышей слопает какой-нибудь хищник. Но эти птицы строят гнезда прямо на земле. И их гнезда, мягко говоря, очень сильно отличаются от типичных и более напоминают шалаши. Все логично, ведь их строят шалашники. Птицы из Австралии и Новой Гвинеи. Правда, эти постройки предназначены не для жилья. Обычные гнезда шалашников расположены на деревьях. А наземные нужны, чтобы привлечь, конечно, самок. Вообще поразительно, насколько порой большие шалаши воздвигают эти птицы. Такие даже не каждый человек построит. Но самую важную роль тут играет не столько сам шалаш, сколько обстановка вокруг. Вход и подход к шалашу должен быть украшен максимально пестро, насыщенно и богато. Для этого самец шалашника летает на поиски ярких предметов. От цветов, ракушек и ягод, до монет и даже мусора с пластиком. Особенно сильно пернатых девушек привлекает синий цвет. Поэтому самцы стараются отыскать именно что-нибудь синенькое в качестве декора. Казалось бы, самец так старался, воздвиг потрясающую постройку, все красиво украсил. Самка по-любому согласится спариться с ним после такого. Но нет. Девушки-шалашники слишком требовательные. После изнурительного строительства самец должен еще исполнить брачный танец. И вот если он тоже понравится самке, то только тогда она согласится на спаривание, которое пройдет прямо тут в шалаше. Плотины. Уверен, вы это ждали. Ведь бобры и плотины – это первое, что приходит в голову, когда речь заходит о строительстве в мире животных. Все знают, что бобры строят плотины. Но знаете ли вы, для чего они это делают? Вряд ли ведь им больше нечем заняться, верно? На самом деле, плотина – это защитная мера. Бобры живут в норах или хатках, которые возвышаются над поверхностью водоемов. Для того, чтобы жилье всегда было защищено от проникновения хищников, вход в него должен быть затоплен. Вот для чего бобры с помощью плотин поддерживают в речках и ручьях высокий уровень воды. Правда, людей такой вариант не устраивает. Бобровые плотины могут стать причиной потоплений в городах и селах из-за повышенного уровня воды. Поэтому специальные работники их разбирают и разламывают. Жаль, конечно, портить творение бобров, но нам же тоже надо как-то нормально жить. Но вернемся к бобрам. Плотины они строят из веток и деревьев, которые грызут своими зубищами. За несколько дней бобер может свалить толстое дерево, перегрызя его. Также в плотину они добавляют грязь, небольшие палки и ил. Сам процесс строительства в целом обычный, однако это не бездумное нагромождение веток. Бобры тщательно переплетают все элементы друг с другом, чтобы конструкция была прочной и надежной. Иначе ее очень быстро размоют. А если вдруг возникает течь в результате пробоины, бобер тут же чинит ее, ведь от этого зависит его жизнь. Средняя бобровая плотина в высоту и ширину примерно как взрослый человек, но есть у этих грызунов и рекордные постройки. В канадской провинции Альберта, в национальном парке Вуд-Баффало, расположена самая большая в мире бобровая плотина. Ее длина составляет 850 метров. Сама плотина состоит из двух отдельных плотин, которые бобры соединили вместе. Причем они не останавливаются на достигнутом. Все время чинят плотину, упрочняют ее и дополняют, чтобы та становилась еще крупнее. Но не все постройки выглядят безобидными. Например, змеи могут просто оккупировать огромную территорию и превратить ее в гигантское логово. А осы способны соорудить улья внутри домов и машин. Об этом далее. Самое большое змеиное логово в мире. В древнем Вавилоне и Осирии, в Африке и Китае змеям поклонялись, их боялись и приписывали им волшебные свойства. Люди всегда мечтали приручить змей и обратить их в волшебную и целебную силу в свою пользу. А потому эта рептилия почиталась среди многих народов. В современном сообществе немало тех, у кого есть фобия этих рептилий. Так же, как и тех, кто искренне восхищается этими присмыкающимися. Доказательство последнему – многочисленные потоки туристов в канадской провинции Манитоба, где можно увидеть самое большое скопление змей на планете. С приходом весны, вблизи болот на охраняемой территории под названием Змеиные ямы Нарцисса, десятки тысяч подвязочных змей выползают из своих укрытий и создают скопление, состоящее, как правило, из более чем 50 тысяч змей. Причина кроется в начинающемся периоде спаривания. Обычно брачные ритуалы длятся 2-3 недели. Первыми выползают из змейных укрытий самцы, они с нетерпением ждут самок, а когда те, наконец, тоже выползают из пещер, самцы их сразу же атакуют. Самок гораздо меньше, чем самцов, поэтому на одну даму может приходиться с десяток кавалеров. Из-за особого рвения самцов они даже переплетаются друг с другом и образуют шар. По словам многих профессоров, изучающих эту особенную местность, В одной из ям Нарцисса может насчитываться около 35 тысяч змей и 250 тысяч змей во всей области. Всего было зафиксировано 4 подобных логова на территории, и примечательно, что все они связаны друг с другом тропинкой длиной около 3 километров. К счастью, любители этих присмыкающихся с раздвоенным языком могут не переживать за свою безопасность во время наблюдения за столь увлекательным зрелищем. Для туристов, приезжающих в Нарцисс, рядом с логовом были построены специальные платформы для наблюдения. Дедушка осиных гнезд В представлении многих людей существуют добрые осы и злые, но с научной точки зрения чаще в обыденной жизни встречаются обыкновенные желтые осы. Это печально известные агрессивные хищные вредители, выделяющиеся своим защитным поведением, ведь они могут ужалить, почувствовав опасность. Эти насекомые, как правило, строят свои гнезда под землей или в заброшенных норах грызунов, что означает, что у них есть только один вход для самозащиты. Хотя эта колония, похоже, исключение. Это осиное гнездо было обнаружено в сарае в Паттерсоне, штат Луизиана, еще в 2017 году. Дезинсектор Джуд Верет столкнулся, по его собственным словам, с дедушкой осиного гнезда. Это гнездо, состоящее из опасных ос, поглотило все и вся на своем пути, заняв большую часть наземного пространства сарая. Но прежде чем дезинсектор успел приступить к разборке гнезда, он внезапно подвергнулся бомбардировке. Чем дальше он заходил, тем хуже становилось. Когда он начал разрывать гнездо руками в перчатках, тысячи появившихся ос начали его атаковать. Они летели на Джуда так агрессивно, что на оригинальной записи видео едва слышно, как он говорит. Но понадобилось бы больше тысячи, а может и десятков тысяч насекомых, чтобы помешать Верету выполнить свою работу. В течение 45 минут он очистил весь сарай, ни разу не ужалившись. Осы Алабамы Когда теплеет, большинство людей в Америке отмечают это вечеринкой у бассейна или пикником. Но в Алабаме жители могут испортить свои летние праздники из-за обнаружения ползающих по коже насекомых, о которых шла речь ранее, те самые опасные осы. Обычно колонии этих дьяволов летом образуют небольшие гнезда, насчитывающие около 4000 особей, которые, как правило, погибают холодной зимой. Но когда зимы теплые, все больше и больше этих колоний доживает до следующего лета. Это приводит к появлению огромных роев, которые начинают строить огромные многолетние гнезда по всему юго-восточному штату. Летом 2006 года в Алабаме колония более чем из 15 тысяч насекомых полностью заняла салон этой старой машины. От окна до колеса они покрыли машину материалом, похожим на бумагу, который составляет внутренние слои гнезда. Он сделан из древесного волокна, который осы пережевывают и смешивают со своей слюной, создавая таким образом бумажную массу. Затем они выплевывают его и придают ему нужную форму, и если их не остановить, их колония продолжит свой рост, и они будут продолжать строить и строить. К сожалению, владелец этой несчастной машины убедился в этом на собственном горьком опыте. Правда, это было лишь одно из ошеломляющих 90 супергнезд, найденных в этом году. Некоторые из них располагались в еще более странных местах. Например, как эта, которая была обнаружена внутри старого выброшенного матраса. Можно даже рассмотреть, как насекомые сформировали внутренние перегородки гнезда вокруг внутренностей матраса. Они похожи на соты, но в действительности в них нет ничего сладкого. Именно в этих шестиугольных адских пространствах хосы хранят и выращивают свои яйца, из которых впоследствии вылупляется еще больше коварных насекомых. Повезло, что никому не довелось вздремнуть на этом старом матрасе, иначе будильник был бы довольно резким и болезненным. К счастью, после лета 2006 года жители региона наконец-то смогли отдохнуть спокойно. Вернулась череда холодных зим, лишивших возможности возрождения вечных колоний насекомых. Правда, так было до недавнего времени. В 2019-м тихая дорога в округе Шелби внезапно оживилась, когда на обочине было обнаружено огромное супергнездо. Исследователи подсчитали, что оно было около полутора метров в высоту и метра в ширину. Там скрывалось около 15 тысяч особей. Не похоже, что гигантские гнезда вредителей исчезнут в ближайшее время. Что ж, а на этом все. Напишите в комментариях, строения каких животных впечатлили вас больше всего. И спасибо вам большое за просмотр.